Добрейшего времени суток, дамы и господа. Недавно прошел BlizzCon 2021 и я решил сделать видео, посвященное краткой выжимке новостей по OV2, в которой нас посвятили разработчики за это мероприятие. Самому Overwatch на онлайн выставке уделили совсем немного внимания. Игра не получила экранного времени на церемонии открытия, по-моему это даже впервые с года релиза за все BlizzCon. И была лишь проведена секция в 45 минут, посвященная непосредственно OV2, которая называлась «Взгляд за кулисы». Сразу оговорюсь, что касательно первой части Overwatch, новостей нету абсолютно никаких. Проект находится в состоянии заморозки до выхода второй части в плане контента. Разработчики подтверждали, что все новинки за эти годы будут релизованы вместе с OV2. Нам обещают многое, но придется ждать. Что же касательно OV2, есть целый ряд обновлений из-за кулис разработки, ну и сначала PvP изменения. Первое. Новые карты. Нам показали две уже готовые или практически готовые новые карты. Рим и Нью-Йорк. Приплюсуем к этому четыре карты, показанные для PvP на BlizzCon 2K19. Рио, Готенбург, Торонто и Монте-Карло. И получим уже минимум шесть готовых новых PvP-карт. Неплохое число и самое главное, что контент важный для меня лично и для PvP. Ведь именно карты игровые персонажи это основа первого Overwatch, а не PvE элементы. Надеюсь, персонажи готовы уже столько же или больше. Второе. Закрепление функции роли в команде. Во втором Overwatch в PvP за каждой игровой роли, например, качественная роль ДПСа, танка либо саппорта, будет закрепляться еще и ролевой пассивный бонус способность. Например, персонажи роли танк могут иметь на поле боя пассивку, которая будет снижать силу толканий по ним на 30% и снижать генерацию ультов оппонента в случае урона по ним. Роль урона же, например, будет иметь бонусную скорость передвижения. Ну а саппорты будут иметь пассивный реген ХП, как у Мерси. Интересным и загадочным остается то, как персонаж будет определяться в роли автоматически или игроки смогут выбирать. Можно ли будет сделать автономного фланкующего Макри с регеном ХП, как у Мерси? Или танка Думфиз, до которого невозможно толкнуть? Быстро бегающую Арису? Узнаем, но что-то мне подсказывает, что разработчики все-таки сделают какое-то скучное автоматическое распределение для танков, ДПСов и саппортов. Изменение роли танков как таковой. Третий пункт. Разработчики отметили, что они видят и понимают проблему того, что танки в данный момент являются наименее интересной и востребованной ролью в игре. Это хотят изменить. Сделать танков как таковых более самодостаточным боевым классом, а не просто героями, которые делают спейс для команды, держат щит. Так, например, в данный момент тестируется изменение Рейнхарда, которое позволит ему отменять чарджи дает два фэрстрайка вместо одного. Правильное решение в целом, радует, что Близзы понимают основную проблему танкового класса, специфичный геймплей. Четвертое. Переработка звуков. Разработчики действительно очень круто подошли к вопросу звукового окружения и погружения игроков в матч. Во втором Overwatch'е значительно были переработаны звуковые эффекты практически от всего. У каждого оружия теперь новый, более реалистичный звук стрельбы. Почти все пушки получили новые, сочные, очень приятные звуки. Вы только послушайте. Также озвучка меняется в зависимости от оружия игрока. Помещение, это улица, например, или это здание и так далее. Также звук меняется в зависимости от того, по кому приходится удар. Например, удар атакой ближнего боя по бастиону теперь дает металлический звук. Также в довесок к этому разработчики добавили некую систему, заглушающую немного внешний мир и далекие объекты во время звуков от вашего оружия и близких объектов. Сделано все это для большего погружения в игру. И в общем-то на демке это заметно. Звуки стали действительно другими и, на мой взгляд, очень приятными. Пятое. Удаление из ПВП режимов карт типа 2CP. Да, Джефф Каплан официально подтвердил, что в новом мире Overwatch во второй части напрочь будут отсутствовать карты типа две контрольные точки. Прощай, Анубис, Ханамура, Вальская, Париж, Лунная колония. Эти карты по праву занимают первое место в рейтинге ненависти игроков и годами подвергаются критике. Думаю, каждый из вас хотя бы раз не мог добить этот 3-кратый 1% второй точки Навальской и прервал матч в попытках отбиться от бесконечного наплыва респавнившихся как зергов игроков защиты. Стоит отметить, что Джефф не полностью удаляет эти карты из игры. Он пообещал, что в каком-то виде эти карты будут доступны. Ну, в качестве аркад или, например, в своей игре. На этом с ПВП все. Что нового для ПВЕ? Многие из существующих ПВП-карт будут доработаны и расширены для основного ПВЕ-раздела ОВЕ-2 Геройских миссий. Ну, по-простому на Тингсоро, на примере, сворота, которые всегда закрыты именно во второй части игры, за них можно и нужно будет пробираться, сражаясь с мобами. Это касается сразу многих карт. Седьмое. Время дня на картах и погодные условия. Blizzard также развивает тему динамического окружения на всех картах. Ранее мы уже слышали о примерах погодных условий, которые, кстати, будут меняться прямо во время игры. Теперь же, помимо снежных и песчаных бурь, еще у каждой карты будет три варианта времени суток. Например, день, ночь и закат. При этом на каждой карте каждое время будет сделано с особенностями для этой карты. Дневная Дорада, закат на Нумбане, трассное солнце Калифорнии на Голливуде и многое другое. Выглядит на картинках довольно красиво. Восьмое. Доработанная система талантов. Уже в 2019 году нам презентовали первую версию талантов в ПВЕ-ответвление овервоча. На этом же Близконе сама система потерпела солидные изменения. Мне лично это все напомнило таланты из лова. Каждый игрой будет иметь три большие ветки развития. Они массивные, глубокие, богатые, не просто шесть талантов. Каждый из этих веток будет в свою очередь очень сильно влиять на персонажа и его роль в игре. Таким образом, можно будет даже сделать из солдата 76 с талантами поддержки так, что он будет бегать и лечить всех своей ешкой, аурой, хила и даже толкать оппонентов. Или, например, Мерси сможет пускать лучи из своего посоха, носящий аудио урон врагам. Солдат 76 лучший хиллер в ВВ2, а боевая Мерси это уже не шутки, это реальность. Интересно будет на все это глянуть. Девятое. Развитие типов оружия. В ВВ2 стандартный тип атак будут иметь модификаторы. Например, обычная ешка Ринхарда будет превращаться в ледяную волну, которая сможет замораживать цели, которых она коснется, вместо 100 урона. На электрический урон Винстона будет давать стан по оппонентам, вызывая кроткое замыкание. В общем, с развитием поделива талантов, герои будут получать необычные бонусы к своим атакам. Десятое. Новый тип врагов. Близзард также поделились, что они активно работают над расширением типов НПС оппонентов. Ну, ботов, которые будут основными врагами в миссиях. В планах добавить также типы элитных мобов, причем не просто дав им бонус на ХП и урон, а наделив их уникальными возможностями. Нам показали одного из новых мобов пулера, тянучку. Она хватает и как раз своими тентаклями и притягивает к себе с летальным исходом в конце. Одиннадцае. Нейтральные мобы. Было также анонсировано, что на карте в ПВЕ миссиях будут присутствовать нейтральные юниты, действующие по кому-то алгоритму, не атакуя напрямую при этом игрока. Например, будут мины, идущие по маршруту и взрывающиеся в определенных точках. Двенадцатое. Новые шкурки персонажей. Нам показали новые модельки Макри, Рипера, Фары и Вдовы. Известно, что впоследствии новые модельки получат все персонажи из УВ-1. Мне же лично не очень зашли данные переделки, как-то совсем непривычно и некомфортно. Это борода Макри, не знаю. На этом с новостями по ПВЕ тоже все. Ну и осталось пару общих моментов, пару комментариев Джеффа Капуна, которые стали известны из интервью с ним. Джефф Капун официально подтвердил, что затишье, в котором находились разработчики, кстати, на УВ-2 последние полтора года в двадцатом году не повторится, и что в двадцать первом нас ждут более частые апдейты, кстати, на процесс разработки УВ-2. Команда не планирует пропадать надолго еще раз. Например, они уже обсудили, что было бы круто выйти на связь с сообществом с новостями по УВ-2 в марте или апреле этого года, что безусловно звучит очень круто и скоро, всего пару месяцев. Четырнадцатое. Джефф заверил, что УВ-2 вероятнее всего будет иметь закрытую бету, похожую на бета-тест УВ-1. Кто и как в нее попадет, пока не ясно. А вот насчет открытой беты для всех желающих разработчиков ответил довольно неуверенно. Так что ждем за беты и релиз после него. Пятнадцатое. Джефф Капун сообщил, что команда не хочет давать дату релиза игры сильно заранее, и как только они почувствуются достаточно уверенно, они сразу это сделают. Информация и скриншот про выход игры в 2024 году действительно не подтвердилась и, похоже, оказалась фейком. Но на какой стадии находится разработка, и когда выйдет УВ-2, неизвестно абсолютно. В финансовых кварталах отчетов Blizzard сообщало, что не ждет выхода УВ-2 в 2021 году. Может быть, это случится в 2022. Что ж, вот такие вот новости нас ждали на Близконе 2021, который прошел онлайн в ночь с 19-го на 20-го февраля. От себя добавлю, что у меня вот, например, не было больших прям супер ожиданий от этого Близкона, но даже для меня все равно показалось, что их информации довольно маловато. Да, разработчики действительно рассказали много разных микромоментов, каких-то вот, знаете, зацепочек интересных по разработке УВ-2. И самый большой минус в том, что мы не получили дату релиза. Я больше всего ждал, на самом деле, вот какую-то точку, которой стоит ждать, когда уже все это выйдет. Потому что звучит круто, да, звучит как будто бы всего будет много, и персонажи, и карты, и ПВЕ, и переработанные звуки, и модельки, и чего только не добавил же в каплон во второй Overwatch. Судя по его словам по обещаниям, все будет очень-очень сладко выглядеть, но когда это появится, пока неизвестно. А первый Overwatch не получает вообще никаких апдейтов толком. Ну, я не считаю, там, знаете, за суперконтент какие-то там скины, подвезенные на Новый год, например, там, китайский. Мне это не особо штыривает. Очень хочется, конечно, новых персонажей, хочется новой карты, в принципе, тоже. Но, главное, все-таки, персонажи. За это, слигонца, даже обидно. С другой стороны, некоторые другие шутеры существуют без такого контента даже годами, и, в принципе, все равно продолжают жить. Так что, все возможно. Остается только ждать. Что ж, дамы и господа, с вами как всегда был Анок. Не забывайте ставить лайк этому видосику и подписываться на канал, если вы еще не подписаны. До скорого, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok